Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Хочу представить вам интересный телефончик. Это Siemens ST60. Такой эксклюзивный телефончик. У него была маленькая серия. Этот телефон является обновленной версией телефона Siemens ST55. И различие данных телефонов, что в этом телефоне уже появилась Ява поддержка. И также можно записывать видеоролики, так как есть камера. А остальные изменения коснулись только дизайна самого телефона. Начнем с основных характеристик данного телефона. Данный телефон является имиджевым. Был выпущен в 2004 году в первом квартале. Конкурентом данного телефона является Motorola E365. Телефон поддерживает стандарт GSM900-1800. Имеет батарейку на 700 мАч. В режиме разговора данный телефон выдерживал 4 часа. И в режиме ожидания 140. Дисплейчик у данного телефона небольшой. 160 на 120 точек. И 65 тысяч цветов. Так как дисплей TFT. Вес данного телефона вместе с аккумулятором 87 грамм. И размеры 99 миллиметров. Ширина 49 и толщина 22 миллиметра. Давайте включим, посмотрим на данное чудо. Камера в данном телефоне 0,3 мегапикселя VGA. Это раздела фотографии 640 на 480 точек. И снимала видео 6 кадров в секунду. Так, просит подтвердить подключение. Мне телефон достался от компании T-Mobile. Вот такой у него разъем зарядки. Сразу зарядить у меня нету таких у меня зарядников. Поэтому заряжал от блока питания, от лабораторного. Ну, вроде зарядился. Все работает отлично. Клавиши можно выбрать. Тональность. Можно музыку, как вот у меня в данном моменте. Все это настраивается в менюшечке. Данный телефон поддерживает Ява приложение. Ну, давайте начнем, наверное, с основного меню. Первое. Это у нас инфоторазваги. Это такие старовские примочки. Здесь у нас есть погода, анекдоты, новыны. Это все можно здесь выбрать. Далее. Папочка загрузки. Здесь у нас есть сигналы, рисунки, игры. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Музыку и вот эти вот картинки можно было пересылать в ММС-сообщениях, так как он их поддерживал. И принимать, и посылать. Так, давайте посмотрим, что у нас есть по играм. Так. Есть какая-то такая мышака интересная. Короче, смысл этой игры словить мышь. Вот нажимаете, вот клавиатура и ловите. Дальше. Есть тетрис. Старая игрушка. И вот это какая-то веселая перестановка еще игра есть. Это что касается развлечений. Ну, такая какая-то игра непонятная. Данный телефон ST60 имел 50 мегабайт встроенной памяти. Память у него была на 50 смс-сообщений, плюс в памяти в архиве можно было хранить 50 смс-ок. Также у нас есть в органайзере, значит, 50 ячеек для записи событий. Память на 10 текстовых заметок по 50 символов каждая. Телефонная книга у нас была на 255 имен. Для одного имени можно было занести телефон или полностью электронный адрес и поставить фотографию на контакты, на группу контактов. Так, имени в телефонной книге можно сайт не сервисов. Также память телефона сохраняла 20 пропущенных, 20 принятых и 10 сделанных вызовов с указанием даты и времени. Смотрим, есть смс-сообщения. Можно отправить ммс, электронная почта, можно отправить голосовое сообщение, что я вам говорил. Так, в нем есть интернет. Значит, интернет у нас поддерживал вап html, также есть GPRS 10 класса со скоростью 48 кбит в секунду и ПОП-3 почтовый клиент. Все это настраивается здесь. Если вы были подключены по контракту, то здесь высвечивалось время и стоимость вашего разговора. Настройка тарификации. Все настраивалось в этой папочке. Вконтактики. Вот телефонная книга на 255 имен. И вот, смотрите, можно было сразу присвоить группу, на группу поставить свою, например, фотографию. Очень удобно. Дальше по настройкам. Аудио настройки. Настраивалась громкость звонков. Это вот мелодии, которые хранятся в телефоне. MP3 этих нет. Есть у него виброзвонок. Все мелодии полифонические 40 штук. Хранится. Хранится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот такие прикольные мелодии. Все можно было настроить в данных папочках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поставить звонок на вызов, поставить голосовой вызов, настройка звонка. Можно включить и отключить вибро и ретрактор мелодии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также у нас есть фотоаппарат с камерой 0,3 Мп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Активировать. Ну, вот такая вот мыльничка. Вроде она есть, но вроде ее нет. Видите? Вот так показывает камера. Также можно сделать фотографию. Также можно сделать, записать видео. Потом это все просмотреть в папочке «Мои фотографии». Вот здесь они будут отображаться. Вот я пробовал фотографировать дисплей телефона. Ой, дисплей телевизора. Ну, так, на 0,3 срабатывает нормально. Также можно было посмотреть видеоролики. Здесь ничего нет. И все это настроить, расширение, все в этой папке. Также у данного телефона есть быстрый набор на 8 номеров. Есть от 1 звон до 10 попыток. И что у нас по органайзеру? У нас есть часы. У нас есть конвертер. Так, есть, вот смотрите, календарик, напоминания. Заметки 50 штук можно было внести на каждый день. Список пусто, так как все почистили. Есть часики. Будильник. Обратный отчет. Есть семерное время. Калькулятор. Конвертер валют, что я вам говорил. И голосовое управление. Голосовой набор. Голосовые команды. Все спрятано в данном телефончике. Такой телефон на свой 2004 год был нафарширован по максимальности. Давайте проверим, есть ли у него громкая связь. Если честно, я не помню. Так. Ну, как мы видим, все работает отлично. Громкая связь есть. Батарейка, она же задняя крышка. 0,3 мегапиксельная камера. Выход в интернет, что еще нужно на 2004 год. Телефон по полной голове нафарширован. Вот такой сегодня кратенький мини-обзор был у нас с телефончика Siemens ST60. Кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кто хочет приобрести, пишите на электронную почту. Она будет внизу под видео. Всем пока. Ваш мистер Гудмобил.